МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новинный регион. У студии Катерина Градницкая. Витаю вас и сегодня у выпуска глядите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Презентация Могилевской области в Москве дозволила умасовать уже яснуючую совези и вызнажить перспективы дальнейшей суместной работы. Дни Могилевской области пройшли в Москве. От 5 до 10 миллиметров опадков за некольких годин. Перший снег в области. Высадять плодовые и листовые древы у Подмикольским парку, у дворах. Могилевшина рыхтуется до субботника. А теперь по драбязни. Российская Федерация застается главным стратегичным партнером Могилевской области. Про это поведоми у старшиня Могилевского облаканкама Владимир Доманевский подчас презентации региона в Москве. 73% продукции, что экспортуется, приходится минавито на российский рынок. Дни Могилевской области в Москве дозволят заховать становшую динамику. Подрабязности с места падею в наступном материале. У днях Могилевской области в Москве удельничали керовники буйных промысловых предприемств и представники уладов обо двух боков. Подея была богата на бизнес-сустрече и культурное мероприемство. Головной пляцовкой стало посольство Республики Беларусь у России. Могилевская область супрацовничает со 120 регионами Российской Федерации. И такие комплексные презентации сприяют росту товарообороту. Во час пленарного посаджения Могилевский облаканкам подписал документы об супрацовничестве с префектурой у Сходней администрационной округи города Москвы и у Радам Тульской в области. Даречи, с Тульским регионом Могилевщина уже год супрацовничает у предприемальничестве и гандле социальной сферы. Я хочу сказать, что в целом на уровне государства хорошо развиваются отношения. Но на региональном уровне мы ближе к людям и мы можем более тоньше и правильнее понимать, что нужно самим людям, жителям и Могилевской области, и городу Москва. На Москву доводится больше за 13% экспорту Могилевской области. Але и у инших российских регионах вядома добрая якость продукции, якую вырабляют наши предприемства. В нашем Санкт-Петербурге, что касаемо нашего Петродворцового района, нашими жителями пользуются особым успехом. Это гастрономические товары, консервы, молочные товары. Наши жители очень любят эти продукты, пользуются спросом и ковровые изделия, ну и, конечно, и текстильные продукты. Конкретно сказать, что уже после этого мы получим какие-то контракты, нет. Но самое главное, многие у нас еще лучше узнают. Узнают наши возможности, узнают способность нашей удовлетворять потребность людей. Мое значение и распознавальность продукции. Так, Могилевский мясокомбинат, дякруче тесным субедям со спожилцами, распрацевал новую упаковку и гандлевый знак. До конца года у планах реализовать до 200 тонн продукции под этой маркой. И под этим знаком в Российской Федерации будет продаваться только продукция Могилевского мясокомбината. Через одну дистрибьюторскую компанию. Сейчас у нас уже отработано около 20 наименований продукции. Наука и медицина – так само важные сферы регионального взаимодействия. Погоднение о всупроцовнестве подписали Могилевская городская больница худкой медицинской допомоги и Московская клиничная больница имя Иноземцева. Фактически мы идентичные больницы по количеству коек, по видам оказания медицинской помощи. Я был приятно удивлен, что они владеют всем арсеналом, который делается в московских больницах. Такие встречи – это обмен вопытом у Шерогу Накерунка, у социальным, культурным, туристичным, гандлево-экономичным. И або два баки, упэлненный, йон пойдет на карысть. Презентация Могилевской области у Москве дозволила умысовать уже иснуючое совязи и вызнажить перспективы дальнейшей сумесной работы. Вытворцы шекают новых контрактов, покупники якостной продукции. Алена Соловьева, Виталь Бобси, у Новинрегиона, Москва, Россия. Перший снег, по словам синоптиков, за некальки годин ночи на территории Могилевской области выпала от 5 до 10 мм опадков. Вышиня снежного покрыва на 9 годин ранецы местами досягала 10 см. У Могилеве, например, 6 см. С 2 годин ночи до 10 годин ранецы у Могилеве отбылось 7 дорожно-транспортных сдареньев. По словам инспекторов, лишь бы невеликое, вось только наступствы дюхавары тяжкие. Загородная трасса, поворот на агрогородок Гадзина. Тут лоб у лоб стыкнулись афольксваген и Тойота. А пошли, я кажусь, инспектор выехал на сустречную, на кольки моцный был удар, сведшись по шкоджению автомобилю. Произошло лобовое столкновение, в результате которого пострадало 5 человек. По словам инспекторов, сарод потерпелых было двухгодовое дитяти. Его у тяжким станей забрали в больницу. Зараз в обставенных авариях разбираются и инспекторы, и следшие. Еще одна ранешняя авария отбылась на проспекте Мира в областном центре. Легковый автомобиль выехал на сустречную, а потом урезался у светловую опору. Водитель машины отрымал травмы. По словах правооховников, одним из факторов, который мог привести до аварийной ситуации, могла стать слизкая дорога. Межтым синоптики в ближайшие дни знов прогнозуются падки, выглядят даже и снегом. Тому держат инспекторы, раусь автомобилистам, обирать небеспечную худкость, тримать дистанцию и боковый интервал. Быть особливо уважливой побольше с пешеходными переходами. Наталья Ильинчури, Алласол, Новин Региона. На пожары в Краснопольском районе загинул 61-годовый мужчина. Как поведомили у службе 101, пожар отбылся у приватном жилом доме. Коли выритовальники прибыли до места здарения, будинок горы открытым полумем. Дах и перекрытство обвалились подчас ликвидации узгорания под обломками конструкций. И они знайшли тело господара дома. Специалисты высветляют причину пожару. Социальная выставочная зала открылась у Клишевским краезнавчим музея. И тут разгорнулася экспозиция «Творчость без межау». Я ее удельники особливые майстри, якие не зауседы могут презентовать свои работы широкой публици. Состарелые люди с обмежованными махчимостями. На выставе представлено 210 работ от 48 удельников. Прасуют у розных на прамках вышелка, маляванья, створынья лялек. Больше за 500 древов высадзеть у Могилевским под Никольским парку под час субботника. Нагадаем, на 28-е кострышника у Могилевской области запланована масштабная уборка. Это будет своясабливая подрыхтовка до зимы. У областных центра и районах выйдусь прибирать у парках, скверах, зеленых зонах и, конечно, в дворах. У Могилеве протягивается музычный фестиваль Золотых шлягер. Это великая культурная восиньская подзея. Что дня у Палацы культуры в области артысты из разных краин радуют публику песнями и старыми мелодиями. У Музычный четвер на Золотым шлягерой концерт джазовой музыки. З уделом американца Квентина Мура, музычных коллективов из Минска и вядомой латышской спелачки Вольги Пирахс. З гэтой нагоды Вольга Пирахс рассказала у интервью телерадиокампании Могилев, что ниша ностальгичной музыки на ее думку не заполнена. Люди хочут слухать популярные у минулом песни и не просто треки у интернете, а на живых концертах, як на Золотым шлягеры. Что для вас Золотой шлягер? Песня, композиция? Ну, на самом деле, конечно, в моем понимании, что это очень популярные, очень любимые песни. У вас есть такие? Есть ли у вас свой Золотой шлягер? У меня масса просто таких песен. Я очень люблю... На самом деле, петь, и когда меня спрашивают, спойте свою любимую песню, я не могу спеть. А вот тяжело ответить на этот вопрос, да? Да, да, потому что музыка, конечно, живет с самого-самого детства. Если говорить даже о двух лет, то я пела парней так много холостых, а я люблю женатого. А уже позже там появились... Шлягеров много внутри вас живет. Ну, да, конечно, на них мы и росли. У интервью латышской спевачки Вольги Пиракс глядзите у информационно-аналитичной программе днями, а концерты Золотого шлягера протягиваются. У пятницу выступить оркестр баянистов з России. У суботу два концерта. Оркестр Михаила Финберга и ансамбля «Синяя птушка». А у неделю отбудется урачистая закрытсё музычного ретро-фестивалю у Могилёве. Каучех с частинкой моши у Святой Матроны Московской будзе перанесены у городский храм. У Могилёвской епархии поведомили, блаженные можно поклониться у Могилёве у Подникольске монастыры до суботы 28-го Кастрышника. А у неделю ранецы верники будут сустракать Каучех у городе Горки у храме Спарительница Клябов. Миновета у гэты дни свята образа. А на гэтым пакулюсё я с вами развитвуюся. И еще больше новин на нашем сайте tvrmogilio.by До встречи!